Горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговыми людьми. Звонок бесплатный, слушаем вас. На прямой линии с теми, кому нужна помощь, Валентина Пухтеева вот уже 17 лет. Да, именно она много лет назад приняла первый звонок с просьбой о помощи. Ту ситуацию она помнит до сих пор. Я принимала первый звонок, нашу горячую линию. Помнена, наиболее сильно запомнился. Запомнился, девушка выходила замуж в Германии, и мне просто было очень интересно вот именно дать консультацию ей по этому вопросу. Чаще всего нам звонят по вопросам трудоустройства. Это лидирующие звонки, затем полезная информация о пребывании за рубежом, заключение брака, обучение, ну и так далее. От 4 до 20 звонков в среднем поступают на телефон горячей линии по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействию торговли людьми за смену. По ту сторону трубки – люди, имеющие вопросы по трудоустройству за рубежом. Как правило, немногие пользуются возможностью узнать больше о потенциальном работодателе перед отправлением, а после пытаются хотя бы безопасно вернуться домой. Вчера поступил очень такой трудный звонок, трудно, наверное, эмоционально, потому что мы уже работаем очень много лет, мы говорим везде о безопасном выезде. Чуть расскажу историю. Девушка с молодым человеком уехали на работу в Китай, уехали по туристической везде, и у них была медицинская страховка на первые 10 дней. Они уехали именно на работу. Отработав месяц, им деньги не заплатили, и еще молодой человек попал в такую стату, что сломал себе ногу, со слов позвонившей его матери. Возможно, сломал, возможно, повредил ее сильный выбих. Одним словом, что не может ходить. И в данное время, получается, врачу обратиться необходимо, медицинской страховки нет. Вот платное обращение. Вернуться домой – тоже нет средств. За 17 лет на горячую линию обратилось за помощью более 46 тысяч человек. Кроме двух номеров – Международного 8 801 201 55 55, Единого 113, Брестского 21 88 88 – есть возможность обратиться с просьбой на сайт, где на каждый вопрос человек получает полноценный письменный ответ. Большая часть людей, это более 50%, выезжают из страны легально, трудоустраиваются. Остальная часть не интересуется, то есть здесь, соответственно, их поджидает различные ловушки, потому что трудоустраиваться обязательно необходимо по трудовой визе. Многие едут по туристической, и там уже всплывает немало подводных камней. То есть надо быть очень внимательным в этом вопросе, лишний раз позвонить, поинтересоваться, нежели наобум ехать в чужую страну. Трудоустройство за рубежом – информация, связанная с вопросами заключения брака, развода и выезда с целью знакомства с иностранными гражданами, туризм и отдых, паспортно-визовый режим, обучение, сложные и кризисные случаи. Специалисты горячей линии готовы дать компетентную информацию оперативно. Анонимность гарантируется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!